Всем привет! Я Вика Виноградова. Это канал Рецепты для лентяев. У меня для вас прекрасная подборка идей, что можно такого быстренького приготовить в плане закусок. У нас будут закусочные бутерброды. И не просто какие-нибудь, а рыбные. Разные покажу варианты. Очень быстро готовятся. Надеюсь, вам понравится. Для начала сделаем какие-нибудь такие бутербродики под более крепкие алкогольные напитки. Для этого рецепта заранее отварите яйца вкрутую и мелко нарежьте. Либо можно натереть их на терке. Кроме того, нарезаем небольшое количество свежей зелени. Хорошо подойдет зеленый лук или укроп. Хлеб смазываем сливочным сыром. У меня это крем-чиз. Можно взять Филадельфию или аналогичные сыры. Поверх выкладываем яйца. Солить их не обязательно, потому что следующим слоем будет селедка. В принципе, ее солености будет достаточно. Филе селедки выкладываем сверху. Я брала самое обычное филе в масле. Перед тем, как укладывать на хлеб, промакивала бумажным полотенцем от излишков масла. Посыпаем зеленью и получаются вот такие отличные закусочные бутерброды. Следующую закуску я подсмотрела на одном англоязычном канале. Обаятельный автор канала показывает, как можно приготовить интересную брускетту с томатами. С английским я не очень дружу, но благодаря Яндекс.Переводчику без проблем смотрю иностранных блогеров. И сегодня я научу вас, как мы готовим нашу самую любимую брускетту. Всегда любопытно посмотреть, что нового придумали зарубежные коллеги. Так что Яндекс.Переводчик выручает далеко не первый раз. Закуску, правда, вот эту, которую я подсмотрела, я ее немножко переделала, чтобы она готовилась проще, а во-вторых, чтобы она была с рыбкой. Понадобится сыр. Можно взять твердый, как у меня, то есть что-то типа пармезана. Можно самый обычный полутвердый. Натерли на мелкой терке. Помидор режем на небольшие кубики. И нарезаем примерно такое же по объему количество красной слабосоленой рыбы. Форель, семга, нерка, то есть что-то из семейства лососевых. Помидоры и рыбу смешиваем в миске. Хлеб намазываем сливочным маслом. У меня он черный, но с багетом или батоном тоже будет отлично. Сковородку ставим на огонь и выкладываем хлеб сливочным маслом вниз. Обжариваем буквально секунд 20, после чего переворачиваем и прямо на горячий хлеб высыпаем сыр. Жарим еще секунд 20-30, чтобы низ подрумянился, а сыр расплавился. Если сыр плавится плохо, накройте сковородку крышкой и сделать огонь минимальным. Щедро накладываем смесь помидор и рыбки на горячие бутерброды. И на этом закуска готова. Рыба прекрасно сочетается с сочными помидорами и получается невероятно вкусно. И следующий вариант закуски подойдет и под более крепкие напитки, и под слабенькие, например, что-то типа вина. Очень такая универсальная закуска, очень-очень классная. Нарезаем пучок зеленого лука. Хлеб смазываем плавленым сыром. Выкладываем на него кусочки консервированного тунца. Посыпаем зеленым луком. Получается классное сочетание сливочного сыра, нежной рыбки и пикантного лука. Правда, очень-очень вкусно, от всей души рекомендую. В описании под видео я оставлю ссылку на подобные рецептики. Я уже потому что неоднократно снимала такие закусочные бутерброды. Так что, если пропустили, есть шанс посмотреть. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Хорошего вам настроения, всего самого замечательного. Всем пока!